Село Шелан Красноярского района Самарской области было образовано в 1852 году переселенцами из четырех мордовских сел тогдашней Симбирской губернии. Переселенцам очень понравились целинные нетронутые земли в низине маленькой, поросшей камышом и осокой речушки, которую питали пробивавшиеся из-под земли кристальной прозрачности ключи. По ним и речка, и лепившиеся по ее берегам избы стали называться Шеланским ключом, а позже просто Шеланом. Жители строили свои дома в том же порядке с теми же соседями, что и на прежнем месте. До сих пор сохранились старые названия некоторых улиц села. В 1856 году была проведена первая перепись населения с целью исчисления налогов. По ревизии в селе проживало 542 души. Большую часть населения составляли крестьяне. В сегодняшнем Шелане живут добрые и гостеприимные люди. Объединила их вера. Вера в Господа. И Вера Ивановна Мальчевская, знающая об истории села буквально все. В селе стояла высокая церковь, освященная в честь архистратига Божия Михаила, срубленная из огромных бревен. Звоном своих колоколов она созывала православных на молитву. Место, где сейчас коричневый забор, на этом месте стоял храм. Старинный храм деревянной постройки, построенный переселенцами из Симбирской губернии нашими предками в честь архангела Михаила. Храм просуществовал до конца 30-х годов 20-го столетия. И потом этот храм у нас сожгли его, сожгли. Закрыли храм. После революции в этом храме был зерновой склад. До настоящего времени сохранился старый домик священника, служившего в церкви. Вот это фельдшерский пункт, бывший поповский дом, как зовут его в деревне, батюшкин дом. Здесь жили батюшки, которые служили в храме архангела Михаила в села Шелан. Ну, конечно, его сейчас не узнать, этот дом, потому что недавно сделали капитальный ремонт в этом доме, обшили сайдингом. Но дом, как он есть по конструкции, там внутри, все полностью сохранилось. Сохранились бревна, не обхватишь их. Этот дом украшали очень красивые наличники, которые сейчас исчезли. Но дом по духу своему так и остался, так в деревне его и зовут. Поповский дом. Вокруг этого дома в свое время очень много стоял сосен. Вот одна сосна сохранилась, посаженная еще в позапрошлом веке. Это вот зовут их батюшкино поповские сосны. Вот одна сосна. Такая красавица одна сохранилась. В 1874 году при храме была открыта первая церковно-приходская школа. Уроки в ней вел сам батюшка. Письмо и счет, знание молитв, закон Божий. За моей спиной расположено деревянное здание. Это церковно-приходская школа. Первая церковно-приходская школа в селе Шелан. Она просуществовала там несколько лет. И потом приход стал строить кирпичную школу. Четырехклассную. Здесь только начальная школа была. Первый, второй класс. А потом стали с первого по четвертый класс учиться вот в такой кирпичной школе. Год постройки здания кирпичного церковно-приходской школа 1907 год. После революции церковно-приходскую школу закрыли. И там организовали школу семилетку. Потом школу восьмилетку. И это просуществовало до конца 70-х годов. Я закончила школу в 1972 году. Еще закончила вот в этой школе. В этой школе учился мой сын. Училась я. Учились мои мама с папой. Учились мои дедушка с бабушкой. И училась прабабушка даже моя. Вот все вот в этой школе. В церковно-приходской школе. Четыре класса. В седьмом классе нам задавали по алгебре задания. И дедушка, который закончил четыре класса церковно-приходской школы, решал мне задачи по алгебре. Вот какие знания давала эта церковно-приходская четырехклассная школа. В 2017 году в Шелане объединенные общим интересом люди создали приходской совет и стали хлопотать об открытии в селе Малельного дома. Собрались несколько человек. Собраться нам было негде. Мы собирались в магазине у двойниковой Наташи, она там старше в этом магазине. И позвонили в епархию, узнали, кто у нас благочинный по нашему району. Благочинным оказался Болдарев, отец Александр. Это настоятель храма в селе Новосемейкино. Я позвонила ему, он отозвался, приехал в наше село, посмотрел сначала наше село, ознакомился с многими жителями, собрал тоже нас. И он согласился организовать приход. Он объяснил нам, какие документы нужно собрать. Мы начали собирать подписи и обращения в епархию. Отец Александр оформил нам все документы. И после этого нам нужно было где-то собираться и где-то организовывать вот этот молитвенный дом. Обратились в администрацию с просьбой о выделении помещения. В ответ получили несколько предложений, но остановились на последнем. В то время это часть правления колхоза «Россия». Но когда нам передали, это был склад ненужных вещей школы и детского сада. Мы, когда пришли сюда, были в ужасе и шоке. Стены были разрушены, пол провален, освещения нормального не было. Единственное, что нас утешало, это было отопление. Что здесь отопилось, было тепло. И решетки на окнах, окна целые, стекла целые. Это нас утешало. Денег и возможностей вообще никаких не было. Мы не знали, как приступить к этому. И потихоньку с Божьей помощью и с помощью добрых христиан началось наше возрождение вот этого храма, храма в честь Архангела Михаила. Потихоньку убрали старую мебель, потихоньку начали здесь делать ремонт, не имея никаких средств. Стали подходить жители села, кто предлагал какую-то денежную помощь, кто предлагал материальную помощь в виде там цемента, песка и прочего, щебенки. Подтягивались жители, ко многим обращались и многие отзывались. Очень много здесь штукатурки, плотницких дел. Отец Александр нам постоянно приезжал и смотрел, что у нас здесь продвигается, как работа. Но работа, конечно, шла медленно. Мы ремонтировали храм полтора года. Очень тяжело сначала двигалось. Потом с Божьей помощью, с помощью молитв, с помощью благословения отца Александра потихоньку все шло, шло, шло и шло. Все стены снова ошпаклевали, покрасили, полы по новой настелили. Очень благодарим бывшему главу нашей деревни Чернову. Она постоянно приходила к нам, постоянно. То купит нам линолеум, то краску какую-то, то просто словесную помощь нам окажет. С помощью людей и Бога вот все это у нас, все было готово. И вот 15 ноября 2019 года епископ от Раднинский эпох Весневский Никифор подписал указ об организации в Шелане православного прихода в честь архистратига Божьего Михаила. Когда открыли здесь приход, понятное дело, не было ничего, не только помещений, ни икон, ни престола, абсолютно ничего не было. Я являюсь также настоятелем храма в архистратига Божьего Михаила в селе Большая Каменка. И вот у нас в 2017 году был заменен иконостас на новый, а старый иконостас получилось так, что мы тоже по Божьему промыслу привезли сюда. То есть мы планировали его установить здесь, но получилось так, что вот этот иконостас, который мы сейчас видим, тоже пожертвовали с одного села. Там приход закрылся, утварь осталась церковная. Мы посмотрели, что этот иконостас, он, конечно, более такой благородный, поставили этот, а тот, который был в Большой Каменке, мы определили в трапезной части. 20 сентября 2019 года к нам приехал отец Михаил Юткин. Он ехал из Калиновки, он был настоятелем храма в селе Калиновка. И ехал в Отрадный, там он тоже, у него был приход в Отрадном. И он заехал, увидел Шелан, говорит, дай-ка я заеду, что там в Шелане есть какой-то храм или нет. Вот, заехал, ему сказали, что вот здесь молитвенный дом есть. И первая служба была 20 сентября 2019 года. Он приехал и провел у нас первую службу здесь. Тогда еще полы настилали. Вот, он приехал, настилали полы мы. Провел службу нам. И он нам очень помог. У него закрылся приход в селе Сухие Авроли. Разрушилось церковное здание. Помощи никакой не было. И все, что здесь есть, привез оттуда к нам отец Михаил. Первую икону, которую мы повесили в храме, была икона святого Николая Чудотворца Мерликийских. Вот это первая икона, привезенная оттуда. Старинная икона. Отец Александр прислал специалиста по установке иконостаса. Этот иконостас из села Сухие Авроли основная часть и дополняется иконостасом, привезенным из Большой Каменки. Большое им спасибо каменцам. Потом потихоньку ребята стали подтягиваться сельские. Стали мы развешивать иконы, стали проводить небольшие службы. Отец Михаил очень много внимания уделил организации певчества в нашем храме. Вот всех надо обучать. Вот он обучил четверых людей. Потом вот подтянулась завклубом, она очень много сил и здоровья вложила в это. Ну вот потихонечку, потихонечку, с помощью добрых людей Господа Бога и отца Михаила, вот это все, что нас сейчас окружает, вот все это вот так установилось. Ничего другого. Ну и люди начали потихоньку приносить, у кого была возможность иконы стали приносить, приносить литературу, кто что мог. Отец Александр нам тоже подарил икону очень большую, которая сейчас в алтаре. Когда привез отец Николай нам вот этот иконостас, вы знаете, я с ним поговорила, и вот он в душу впал. Бывает вот такое, поговоришь человек, и он так, и он вникал во все, как вы будете, где что будете, откуда что у вас берет. С таким добрым христианским сердцем отнесся вот к нам, да, он и говорил, звоните, если что, я вам всегда помогу, да. Какое-то вот христианское сочувствие проявил к нам и добрую волю. И я ему еще говорю, отец Николай, приезжайте к нам на службу, да, может когда-нибудь служить у нас будете. Вот представляете, вот такое вот. И он еще тогда посмеялся так, по-доброму, кто его знает, пути Господни неисповедимы, он мне сказал, да. Слова Веры Ивановны запали в душу отца Николая. И через два года, в марте 2022-го, владыка благословил его окормлять этот приход. Приход небольшой, но надо сказать, что очень такой активный, что в наше время, честно говоря, немножко удивляет, потому что прихожан очень мало, но они живут этим храмом, вот они стараются, вот, по мере возможности стараемся делать какие-то ремонтные работы тоже. Вот, есть свой хор здесь в храме, что тоже немаловажно, потому что, опять же, это была инициатива самих жителей поселения. То есть, вот мы пойдем, мы хотим и будем учиться, вот. Ну, другими словами, приход не мертвый, вот, хоть и небольшой, но живой и активный. Третий год пошел, как все вместе мы тут трудимся, молимся, вот, решаем какие-то такие приходские вопросы. Вот, ну, служба у нас совершается здесь два раза в месяц, значит, в первую субботу месяца и в третью субботу месяца. Одну субботу мы служим литургию, другую субботу служим олегам панихиду. Вот, так что, слава Богу, молитва в храме совершается. Помимо этого, у прихожане сами порой берут благословение, приходят, вот, читают тут акафисты, вот, там, мирским чином панихидку могут послужить тоже, есть чин для мирян. И вот теперь мы, как бы, довольны службами, довольны отношением отца Николая. Мы довольны своим священником, да, 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 он у нас добрый, отзывчивый, поэтому вот так получилось. Отца Николая на службе всегда сопровождает его матушка Юлия, вместе с которой они удивительно красиво исполняют церковные песнопения. И в жизни подателю приди всели земли, и очистят для всяких скверных. И спаси Божий 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 Бож Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сущую Богородицу Тебе мечтаем Жизнь этого дружного прихода не ограничивается только молитвами. Вот мы установили крест, общий крест в прошлом году на общую могилу умерших жителей села Шелан в 1921-1922 году и совершаем паломнические поездки. Мы ездили позапрошлом году в Чубовку. У нас большая паломническая поездка, экскурсия была, а мы на службе стояли. Потом мы ездили в Ташлу. Уже два года мы ездили. Два года уже ездили. Вот в этом году собирались, пока у нас не получилось третий раз поехать. Ездили в паломнические поездки в Отрадные мы, к отцу Михаилу. Ездили мы и к отцу Николаю, в Каменку. Вот он нас еще и приглашал 19-го числа на день Архангела Михаила. Ну, надеемся, с Божьей помощью поедем. Так что мы не просто вот собираемся. Мы часто собираемся на праздники, даже у нас в храме. По воскресеньям у нас читается здесь обязательно. Бодруствуйте, потому что не знаете, который час Господь нас приведет. Но это вы знаете. Истину говорю вам, что нам всем именем своим поставить. Если же рад, то, будучи зло, скажем, церстатство. И спаси Господи, помилуй рабов Твоих. Словами Божественного Евангелия. Так что, слава Богу, как можем. Все-таки трудимся, стараемся, молимся. Приход как бы живой. Так что дай Бог, дай Бог дальнейшего процветания. Также сил духовной помощи Господней для процветания. Дай Бог, чтобы он немножечко и расширялся. Потому что, конечно, несколько человек, вот этих 5-8 человек, которые приходят, ну, как-никак, все-таки хочется, чтобы было немножечко побольше. Чтобы к Богу люди шли. Не тогда, когда уже беда, когда нужна конкретно какая-то помощь. А чтобы шли всегда. И в радости, и в горе. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok